Фермерское хозяйство Кыргыз Джулкысы сегодня считается развивающимся предпринимательством. В прошлом году начали свою деятельность по разведению племенных лошадей. В реализации задуманной идеи помог Венгерско-Кыргызский фонд развития, который профинансировал реконструкцию конезавода и покупку племенных лошадей, выделив 650 тысяч долларов. При работе с Кыргызко-Венгерским фондом хозяйству удалось приобрести вот таких вот лошадей. Венгерской породы лошадей приобрели 45, теперь хозяйство выводит свою уникальную породу. И главное, что эти лошади не просто красивые, они как бархатные, знаете, но и выносливые, и штатные. То есть они высокие, большие и очень перспективные для нашего вида спорта, таких как кокбуру. Лошадей венгерской породы покупали возрастом от года до 4 лет. Сейчас у них уже есть потомство. Чистокровные жеребцы в среднем обходятся 10-15 тысяч долларов. Покупали жеребцов с Венгрии и скрешивали с нашим кобылом. Получилось, короче, смешанные хорошие лошади. А вот с помощью Венгерского крыльцевого фонда наш оборот увеличился. Мы даже достигли до 45 лошадей купить с Венгрии и привезти сюда. Здесь одновременно теперь реализуем жеребцов и скрешиваем с нашими кобылами. Получаются очень хорошие для наших спортов, получаются хорошие жеребцы и лошади. У нас оборот увеличился, значит, у нас доходы тоже увеличились. За счет этих доходов мы успели построить спортзалы для спортсменов, волейболистов. В одном зале 4 площадь для спортсменов построили гостиницу, летные бассейны для спортсменов, зимние бассейны успели построить. К слову, Венгерско-Кыргызский фонд развития начал свою деятельность в 2021 году с уставным капиталом в 16 миллионов долларов. Сейчас на реализации несколько крупных проектов в сфере туризма и сельского хозяйства. Кроме того, активно работает и деловой совет, созданный еще в 2021 году. В рамках создания делового совета уже приняли участие государственных органов, предпринимателей и зарубежных организаций. То есть международных организаций. У нас 14 февраля 2023 года был бизнес-форум, где приняли участие более 60 компаний. Перспектива дальнейшего развития есть, тем более, что Кыргызстан намерен наращивать сотрудничество с Венгрией. У зарубежных инвесторов есть интерес к реализации крупных проектов в сфере энергетики, горнорудной промышленности и не только. И у Кыргызстана есть, что предложить европейскому потребителю. Это прежде всего сельхозтовары. Конкуренция на рынке, конечно же, большая, но мы берем не количеством, а качеством. Ведь Кыргызстан уже зарекомендовал себя на европейском рынке, как производитель экологически чистых продуктов. Сегодня страны намерены увеличивать взаимную торговлю. За 2019-2023 годы товарооборот Кыргызстана с Венгрией увеличился в два раза. Импорт вырос в 1,9 раза, а экспорт больше, чем в 23,5 раза. Например, в 2023 году товарооборот с Венгрией составил 14,720,000 долларов. По сравнению с предыдущим годом он увеличился в 1,7 раза. А за 8 месяцев этого года товарооборот между двумя странами уже составил 8,770,000 долларов. Ожидается, что новый импульс с взаимоотношением Кыргызстана и Венгрии придаст официальный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нашу страну. Намечен довольно широкий перечень вопросов, которые стоят на повестке переговоров лидеров двух стран. Надежда Усова, Бексултан, Курманбеку, Луала, ТО-24.